Сериал 23-го года с англоязычным названием, звучащим на японский лад как «Трайган Стампидо», или как его называют по-русски «Триган Ураган». Уже он у нас фигурировал в рубрике «Первый взгляд», когда показ только стартовал. Ну и вот теперь он завершился, и можно наконец его оценить полностью. Слушай, оригинальный же просто, по-моему, «Триган» назывался, да? Да, первый сериал назывался просто «Триган». Видите, старый, вернее, не старый, это постер, когда только начинался сериал, и здесь написано «Химоноид Тайфун из камень», но не возвращается ваш Стампид, а приходит, появляется. То есть получается, что он и Стампид, и Химоноид Тайфун? Сейчас я всё расскажу. Значит, само по себе вот это вот слово «Стампид», которое под заголовок сериала, оно вообще, говоря, означает «паническое бегство» или «давку». Вот когда вот «они понесли», это именно оно, Стампид. Здесь это прозвище главного героя, и к урагану в русском переводе оно, конечно, имеет довольно опосредованное отношение. 12 серий показывает сервис Crunchyroll, это уже не первая экранизация манги «Триган». По жанру научная фантастика с примесью вестерна, пустынная там такая планета, No Man's Land, ничья земля или ничейная земля. Два солнца выжигают вот эту вот пустыню, где на большом расстоянии раскиданы селения, города людей. Городов семь, названы они в честь месяцев, и в целом всё это зовётся Семиградием. Самый богатый город называется Июль, и напоминает он, в общем-то, наверное, Мидгар из седьмой Final Fantasy, такой мегаполис в неоновых рекламах с огромными башнями, где возревает мрачный заговор. А что было раньше, кстати, по-моему? Что, что именно? Драйган. В смысле? В Final Fantasy? Ну, они как-то одновременно, по-моему, всё конец 90-х. По вот этой вот пустыне между городами ходят караваны и гигантские паровые лайнеры на гусеницах, а ещё там вот царят черви. Ну, как черви авторы. То есть, дюны полнейшие. Авторы даже по-английски используют такое придуманное слово «вамс». В русском переводе кранчероллы, они стали червями, но лучше будут использовать вот это вот сорокинское словечко «червье» или тот же самый «вамс», потому что вот эти «вамсы», они бывают разные и присмыкающиеся, и летающие, и похожие на жуков и медуз. То есть, гигантские гранд-вамсы, которые действительно напоминают песчаных червей из дюны Фрэнка Герберта. И все «вамсы» имеют что-то вроде такого разума роя, единое сознание, образует огромную сеть по всей планете. Собственно, «вамсы» населяли планету задолго до того, вот летающего «вамса» с зелеными такими крылышками, задолго до того, как на неё рухнули звездолёты людей. Люди тут всего 150 лет, и катастрофу, приведшую их на No Man's Land, мы видим в самом начале сериала и будем многократно к ней возвращаться в последующих сериях. На одном из космических кораблей с тысячами спящих криосном поселенцев, землю они окончательно испортили, и вот отправились в безбрежный космос в поисках новых подходящих для жизни миров. Путешествуют эти двое мальчишек-близнецов, ваш и Най, и их опекунша по имени Рэм. И внезапно корабли эти меняют курс и начинают просто падать на No Man's Land, на эту планету. Следившая за мальчиками, вот девушка Рэм гибнет, но успевает отправить этих ребят в спасательной капсуле вниз на планету, и ребят ждут очень разные судьбы. Потому что выросший, подросший Най возненавидит человечество и станет таким практически тёмным ангелом, левеющим план уничтожить даже последнее его человечество, остатки на этом No Man's Land. А второй парень, ваш, он, напротив, станет добрым ангелом, поклянётся никого никогда не убивать, но силу и обстоятельств прославится, как ваш The Stampede, ваш Ураган. Такой человек-тайфун, самый опасный преступник на планете, как его тут называют, дьявол, несущий погибель или стихийное бедствие на ножках. О нём, конечно же, рассказывают самые разные небылицы, обвиняют во всех смертных грехах за его голову. Вот, видите, назначена колоссальная совершенно награда. История, кстати, с наградой, как вот здесь можно наблюдать, уже благополучно вылилась за пределы аниме, потому что, вот, например, свежие снимки из Нью-Йорка, Сиднея, Мельбурна, по которым расклеены плакаты о том, что награда за ваше назначена. У нас в титрах его называют вэш, но японцы говорят ваше, и, по-моему, это гораздо логичнее. По сюжету аниме там такая вот эта вот парочка журналистов, вот они сейчас по бокам кадра. Это бывалый репортер Роберто Де Ниро, такой циник, тихий алкоголик, и его юная подопечная напарница, энергичная Мэрил Страйф, отправлены по заданию редакции расследовать как раз историю вашего урагана. И в первом же городке Джиньора Рок, естественно, это такое поселение в духе, ну, наверное, американского Дикого Запада, вот этот сеттинг, любимый Ясухиро Найта, автором манги, из которой растет сериал. Так вот, вот в первом же этом городке на голову ваше сваливаются охотники за головами, вот этот вот такой Эйнштейнообразный доктор, его сын-гигант, который как старушка-шипокляк со своей крысой-переростком рушит половину города, наводит такую комическую суету на радости репортерам и зрителям. Однако уже в третьей серии там и тон, и настрой аниме резко меняется, что возникает брат ваша, тот самый Най, взявший себе имя Knives Millions, то есть миллионы ножей, клинков, которые должны наказать человечество за его греховную природу. И он там жесточайше вырезает жителей города и охотников, которые встают у него на пути. Местная экономика и вообще жизнь держатся вот на вот этих вот колбах, энергоустановках, по-японски, по-английски они называются plants, ну, как заводы, да, в русском переводе Crunchyroll они названы станциями, но суть в том, что они живые существа в таких вот этих шарах-банках, они как бы канализируют энергию из-за нового измерения и отдают людям тепло, энергию, они могут синтезировать химические элементы, аминокислоты, их ещё земляне выращивали на своих кораблях, и вот эти вот станции, они могут иссякнуть и умереть, часто люди пользуются ими жадно, не думая о последствиях, и вот Найпс как раз хочет избавить станции от гнёта человечества. Слушай, тут получается, что слово plants как раз очень хорошо играет. Ну, plants – это ещё и растение, да, по-английски, конечно. Да, 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 поэтому красиво получается. И вот Найпс хочет их освободить, как раз с ними и связан этот его большой план. А ваш, журналисты, и примкнувший к ними вот этот вот мужчина с большим крестом на спине, Николас Д. Вульфвуд, этот крест-огромный пулемёт. Крутейший чувак, крутейший. Да, и там ещё несколько исследователей противостоят Найпсу, все они считают, что этот мир рано схлопывать, что можно попробовать выстраивать деятельность человечества на более каких-то щадящих и гораздо менее эффективных при этом источниках энергии. Ну, то есть, как если бы в нашем мире, например, у Греты Тунберг вдруг возникла такая злая сестра-близнец, попросту уничтожающая нефтедобывающие платформы и перерабатывающие заводы, а Грета вот убеждала бы всех перейти на ветроэнергетику, но при этом пыталась остановить сестру на поле боя. Найпс, напомню, режет там все, колет и убивает, крошит людей направо и налево, а Ваш, хоть и пользуется смертельным оружием, он убеждён на человека-люб, и вся его стрельба не летальна. И вся вторая половина сериала, конечно, испытывает на прочность его вот эти вот гуманистические убеждения, веру в людей. И злодеи там часто пользуются совершенно безграничной, на грани безумия, добротой и чуткостью Ваша, и Нойбедано закрылся, захлопнулся, прекратил попытки вызволить людей из ямы, в которую они себе копают. Но Ваш не таков. Это вот перед Бэтменом, там, бывает, стоят какие-то моральные выборы, а Ваш проще и одновременно сильнее, потому что всех надо спасти, как он говорит, и точка. К сожалению, всех спасать не удаётся, и на этом растёт драма. А сериала, когда Найвс обвиняет Ваша в лицемерии, в неспособности отвечать за свои поступки, а тот разрывается между друзьями, попавшими в беду. Когда Trigon Stampede только анонсировали, все слегка, конечно, кринжанули на фоне новости о том, что сериал будет выполнен в 3D-графике. Да-да-да. И первая экранизация... Я сразу расстроился. Да, вот первая экранизация манги из Hero Night, старенький уже рисованный сериал студии Madhouse, на Западе очень любит его и почитает одни из лучших аниме 90-х годов. В России тоже, конечно, его обожают. Он из той великой серии космических вестернов, которые появились тут. Абсолютно, да. И к нему потом ещё добавился полнометражный фильм Badlands Rumble. Тоже такой приятный, но скорее как вот фан-сервис для поклонников. Ну, можете не беспокоиться. Вот этот вот новый Trigon или Trigon, как вам удобно, так и говорите, потому что мангу у нас в нулевых, вот, пожалуйста, издавали под названием Trigon. Так вот, этот вот новый Trigon рисует, создаёт режиссёр Кензи Муто на студии Orange, студии, знающей толк в анимешном 3D. Их страна самоцветов и Beastars уже показали, как круто можно развернуться на поле компьютерной графики, если не забывать традиции 2D-анимации, не переставать рисовать руками и аккуратно и старательно подгонять 3D под рисунок. Интересно, что, кстати, в шестой серии там есть прям такой флэшбэк, сейчас я найду нужные картинки, вот, пожалуйста, нарисованные вроде бы по старинке, мало того, что там даже возникает ещё и такой рисованный авторский акварельный анимационный калейдоскоп. Вот сериал немножко заносит в такую фестивальную, даже куда-то в Инди-анимацию, может быть. Orange это умеет. В «Выдающие зверя» тоже был акварельный финал. Да, да, там у них ещё была заставка с куклами, но это делала другая студия. Вот, так что «Триган Стампид» это скорее такое переосмысление, смелый ремикс манги, одобренный самим мангакой. Вот, например, репортер Де Ниро здесь введён вместо популярной у старых фанатов напарницы Мэрил, героиней по имени Милли Томпсон. Её тут вообще нет. Офигенная была. Если не считать упоминания в финале, не будем спойлерить. И мангако Ясухиро Найта, он как раз планировал одёргивать творческую группу сериала, если они углубятся куда-то не в ту степь. Но, по его словам, этого толком и не потребовалось. Что-что, а степь здесь какая надо степь. В целом, такой похожий на вселенную манги, вот этот мир фронтира, царство беззакония, с церковью станции поклонников, с продажей детей в рабство, с опытами над людьми, с постоянными экскурсами в детство главных героев, с плутанием по закоулкам и чуланам памяти, с дуэлями, с мощнейшей совершенно хореографией, настоящим таким пистолетным балетом. И, конечно, и там с комическими жандармами какими-то, и пустынными пиратами, как будто возникающими из фантастических миров Хаяо Миядзаки, Жанна Жиро, или из пародии на Безумного Макса. Вот один из огромных лайнеров, там прям атакуют и берут на бордаж, отвешенные лампочками песчаные серфингисты. Выглядит это как будто они удрали вот с какой-то рейвы, или с фестивалей Burning Man. Отдельная, конечно, там линия еще связана с вот этим коренным населением планеты, с вамсами, спокойно наблюдающими, чья возьмет. И главная дилемма сериала – это стоит или не стоит спасать человечество, уничтожившись в свою планету, бездарно прожигающей жизни вот этих хрупких существ станций. И может ли человечество как-то оправдать свое существование? Оправдана ли борьба ваша и его вера в людей? Или все это бесполезно, не нужно, и лучше вот правда как-то эволюционировать в какое-нибудь такое вот гигантское хитросплетение корней и энергетических волн? Ну, дилемма, прям, скажем, знакомая по миллиону японских ролевых игр. И ответ протагонисты в этих играх на нее дают однозначный. И тут тоже, после финального противостояния, навороченного аж где-то на 3,5 серии, особого сюрприза в сюжетном отношении не возникает. И сериал пленяет, конечно, не свежестью поставленных вопросов, а вот все больше исполнением. Это вызывающее огромную симпатию, такое энергичное аниме с очень приятными живыми персонажами. Уже сам вид вот этого современного ваша с этой его новой классной стрижкой, как он абсолютно без раздумий бросается на помощь и друзьям, и совершенно посторонним людям. Все это как-то дрожает радостью и надеждой. И если уж такой человек, ну ладно, секрет Полишинели, ваш не очень-то человек, если такое существо в нас верит, в человечество, то, наверное, все-таки действительно не все потеряно. Конец тут не конец, уже анонсировано отдельное большое завершение истории. Не то второй сезон, не то полнометражный фильм, пока не очень понятно. И хотя 12 серий вот эти не обрываются на полусловия, там все равно... А я хотел спросить, есть еще что сказать, есть что увязать. Так что, одно из самых приметных, наверное, аниме вот этого, с довершающегося сезона, зимы 23-го года, Трайган Стампида, можно его смело советовать всем, кто тоскует по развлекательной фантастике, что мы и делаем, смело советуем. Разве что зрителям до 16 лет показывать, наверное, стоит аккуратно, потому что на экране все-таки довольно часто возникают кровавые сцены убийств и поножовщины. Найвс все-таки не просто так себя назвал миллиона ножей, это прям... Это его прозвище там вполне оправдано. И последнее, что я добавить хочу, это обратите, пожалуйста, на официальные англоязычные аккаунты студии Orange в соцсетях. Я залинкую все нужные ссылки в описании к стриму. Они на протяжении показа постоянно делились и набросками разными к сериалу, и иллюстрациями, какими-то картинками, пояснениями. Видите, здесь вот схема про этих вамс, червей, то, что у нас перевели в русском. И немножко про мироустройство рассказывали. И там какие-то иллюстрации. Отдельно вот они показывали вот такие закрывающие рисунки Коджи Тадзимы, вот эти, которые возникают на несколько секунд после титров в каждой, без исключения, из 12 этих серий. Карточки так называют. И, конечно же, мерч они там показывали, потому что вот уже пальто ваше в продаже, и часики тоже появились, там самые разные штуки возникли. Главное, что вот у них по соцсетям это видно, что как хорошо в студии умеют, наверное, основное, что должны уметь аниматоры, это рисовать и оживлять. Вот по их аккаунтам в соцсетях это очень хорошо видно, очень хорошо прослеживается, что сериал сначала нарисован от руки, и уже потом... Зачем? Зачем-то? А уже потом они сделали его таким объемным, эффектным и 3D-шным. Вот такая вещь мне понравилась. Я не буду сравнивать ощущения после вот старого Тригана. Это сильно все-таки разные вещи, и нынешний сериал, может быть, он все-таки ориентирован больше на новых фэнов, на новых зрителей, на новое поколение, которое уже выросло. Но, тем не менее, Триган Стампид вещь прям знаковая, один из лучших сериалов этой зимы. То есть у них такой удачный перезапуск получился, да? Не повтор, не ремейк, а именно как бы такое... Да, да. Переосмысление заново. Да, да. Что у нас в чате? В чате пишут, что не Махори пишет музыку, да, там другая музыка, другой композитор. Все так. Музыка там такая очень большая, что называется. И там оркестровки, и очень приятный опенинг, настраивающий на такой лирический лад. Там пески зыбучие, ваш идет и проваливается вот в каверну от этого, от червя, и там ходит по этим заметенным совершенно следам, прям на лирический лад настраивает топлинг. То есть антура же немножко дюны, но не дюна. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok